Истан Федорович, что по городу расскажите? Усилия ваши большие, ваши личные усилия, всего аппарата, всех, кто задействован в этой работе. Количество заболевших за последнее время, за последние полтора месяца, начиная с первых чисел июля, стало резко расти. И мы вынуждены были на уровне городской администрации предпринимать определенные меры. В частности, помимо тех запретов, которые были в закрытых помещениях по проведению разного рода мероприятий, пошли на то, чтобы воздерживались от выдачи разрешения на проведение массовых мероприятий на открытом воздухе. Мы усилили работу по перевозке пассажиров общественным транспортом, удалось усилить работу на центральном рынке, на вещевом рынке, но так, где и там, где есть скопление людей. В результате взаимодействие с Управлением внутренних дел по городу Сухум, имеется в виду по контролю за тем мероприятием, которое сейчас я сказал, но удалось немножко сбавить ситуацию, если могу сказать, вот в недельном разрезе, прошлую неделю и позапрошлую. Если их сравнивать, то 388 против 180 в неделю. То есть последняя неделя дала нам результат недельное заболевание по городу 180 человек, а предпоследняя неделя 388 было. Вот эти активные действия, которые мы начали с конца июля, потому что, понимали, уже ситуация усложняется, и вот этим вот сейчас вышли вот на эти цифры. Дальше будем усиливать, тем более, так мы прочитали, ознакомились с проектом распоряжения, абсолютно поддерживаем и хотим, может, даже вот все рекомендации, которые дают врачи, чтобы их тоже учитывали. Значит, по городу Сухум, если об общей цифре сказать, что на сегодняшний день количество заболевших это 9 443, выздоровело 7 894. В настоящий момент болеющих, ну, на понедельник, потому что все-таки данные корректируются, 1658, из которых, к великому сожалению, детей 155, и взрослых 1503. Изолированных порядка 700 человек, вот, ну, я про новые случаи вам сказал, за ту прошлую неделю это 180 против 388, 180 из которых 18 детей. Ну, и нехорошая цифра, касаемая летальных случаев, вместе у нас статистика идет, вместе с Сухумским районом, 132 человека за весь период. Что касается мер по вакцинации, по городу Сухум привито 3085 человек, спутником ВИК, которые ранее вакцинировались двухкомпонентно, по спутник ЛАЙТ на сегодняшний день вакцинировано 199 человек. У нас по городу наши три точки, значит, это городская больница, центральная поликлиника, ну, и поликлиника в Синопе. Посмотрим, если будет количество людей, значит, как это было, допустим, в июле месяце, у нас порядка на двух месяцев была запись. Если сейчас обратно пойдет такая же тенденция, будем смотреть вместе с Минздравом, точки вакцинации добавлять. Вот если коротко, ну, касаемо работы инфекционной больницы, она известна, министр тоже догладывал, там, как говорится, все на пределе. Значит, вчера тоже вот эта ситуация немножко напугала по Гудоуте, вы мне сказали проверить ситуацию, проверили, вроде работает пока стабильно, но будем думать о резервных источниках питания и какие-то, значит, приборы, которые позволят какой-то, вот я вот то, что до этого говорил, и плавное отключение, и плавный пуск, чтобы оборудование не страдало. Вот, ну, думаем над этим, как нам обезопаситься, чтобы не попасть в такую ситуацию. Во второй городской больнице, прежде чем, если другие больны, по другим показателям, но с сопровождением ковида, чтобы избежать этого, тоже сделан, значит, на два человека обсервационное отделение, после того, как люди уже пройдут тестирование и будет гарантия, что они не ковидные, дальше попадают уже в палату городской больницы. Работа инфекционной больницы, она известна. Так, если коротко. Вопросы есть на игородные? Александр Золотинский, у меня вот просьба тоже, у нас по, значит, городу Сухум, работа и скорая помощь за последнее время усилилась, и нагрузки усилились вдвое на скорую помощь. Это, значит, я так понимаю, нас подгружает немножко новый Афон, но и не потому, что у нас количество увеличилось больных и выездов. Региональные перевозки включились, участились. Сухум это не выдержит. Если там порядка двух тонн в месяц мы выделяли на это дело, сегодня пошло четыре. И особенно, что касается Афона. Я считаю, что давно уже надо было бы в Афоне вот такую точку забора тестов, определения, может, даже и амбулаторный, вот как здесь организован, в Сухуме, перераспределить нагрузку скорой помощи. Если у меня город встанет по скорой помощи, ну, тут последствия даже отказать не получается, потому что это такая услуга, сами знаете, скорая помощь. А нагрузки и все остальное растет. Дело даже не в топливе, да, там дело в ресурсе. Мы водителям отдельно доплачиваем город, а помимо всех доплат еще нагрузки каждый раз увеличиваются. Из общего числа заболевших 42% на утро. Это столица. Там в отчетности столица проходит вместе с Сухумским районом, но на Сухумский район приходится около 7% заболевших. То есть это 11 400 человек. Огромная цифра, несомненно. И персонал, который задействован в этом, он огромные нагрузки выносит и справляется на сегодняшний день с задачами. То, что по фону сказано, ну, обсудим. Субтитры создавал DimaTorzok